Буду и должен принимать те решения, которые будут способствовать безопасности республики Южная Северная и безопасности его страны. И без разницы, родилась или родился этот человек в городе Кривисе, в Москве, в Африке и где угодно, сегодня это граждане республики Россия. Если из этих граждан кто-то хочет уходить на постановое место жительства в Россию, в Америку, в Африке, в Африке, в Грузию, то это право человека. Тогда мы должны обеспечить это право. И если, я вам говорю, и если есть граждане, и без разницы, опять-таки, которые не национальны, Если есть люди, которые на постановое место жительства выбирают любую страну, любой город в мире, то этому человеку никто не имеет права воспрепятствовать. Пересечение границы, это абсолютно не связано с выбором места жительства. Место жительства это одно, а пересечение это совершенно другое. Второе, второе, я еще раз могу сказать, повторить, я никогда, никогда людей не обманывал. И я вам с вами, когда здесь встречался, я вас тоже не обманывал. Я действительно говорил, я еще раз повторюсь, чтобы вы меня поняли, я действительно говорил, что дорога не закроется. Это был 2017 год, правильно? Да. В 2017 году дорога закрылась. В 2018 году дорога закрылась. В 2019 году, до августа месяца, пока Грузия не сделала этих шагов, дорога была закрыта. Да, в феврале. В феврале она была закрыта. Из-за такой же проблемы, которую они создали сейчас. Но тогда вопрос был о карантине, о той болезни, которая процветала и уничтожала людей в Грузии. Это был карантин, а не закрытие границ. И мы должны понимать опять-таки разницу. Поэтому, уважаемые мои братья и сестры, если гражданин Южной Осетии остался с той стороны, он должен приехать сюда и жить. Никаких проблем. Так почему? Сел эти список, а? Ну, в ближайшее время он заедет. Поручение моё было... Поручение, да, я понял. Поручение моё было... Те граждане Республики Южной Осетии, которые остались на территории Грузии, которые постоянно проживают здесь, им делать на территории Грузии нечего. Пусть возвращаются домой, они должны жить. Я не знаю, а почему не завтра? Я лично вам, на ваш вопрос, конкретно по вашему мужу, передам ответ буквально завтра. Всё остальное... Всё остальное... Я понимаю, я ещё раз говорю, я перед вами всегда выступал искренне, никогда никого не обманывал. Ещё раз повторяю, мы не намеревались закрывать дорогу. У нас мыслей такой не было, желания такого не было. Мы не думали об этом. Мы не думали, что за одну ночь с 23 августа по 24 августа грузинские вооружённые формирования зайдут на территорию Южной Осетии. Мы не могли это знать. Я думаю, что мы не знали. Мы не могли предположить. Но если... Если Грузия сделала шаг, то мы обязаны сделать шаг, который необходим для безопасности народа Республики Южной Осетии. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаТорзок ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Послушайте, послушайте, я прекрасно это все понимаю. Я прекрасно все понимаю. Так, я еще раз, я еще раз говорю, здесь умирают люди и там умирают люди. Ну давайте выберите 5-6 человек и мы поедем в Сен-Лиз и там послушайте, как у них умирали, как умирают. Чего же вы не едете в Сен-Лиз? Я давно уже не читаю это. Я в своих обращениях написала, что мне непонятно, как грузинское правительство нынешнее посмело поставить там пост. И пост там в один день, 23 или 24 августа, не появилось, да? Там же была какая-то работа. Почему на это... Не было никакой работы. Я помню материал Лани Парастаевы, которая поехала в Сен-Лиз, там пообщался с... Какое число? Это, по-моему, август был... Это был август на вечер. Да, но жители этого села говорили, что мы давно обращались к руководству республики, но они не обратили на это внимание, как там какая-то техника грузинская работала. Давай скажем, что один день пост там не появился. И еще раз скажу, что мне непонятно смелость правительства Грузии, которые приехали и пост там поставили. Не, не, я еще не понимаю, в Иргнете же бывают встречи, да? В Иргнете. Да. Почему вот там, во время этих работ, то, что дорогу проводили, из юго-статинской стороны никто не поднял вопрос, что там происходит? Потому что именно из-за таких вопросов существуют такие форматы, как Иргнете. Раньше и заранее они должны договориться. Сейчас этот вопрос я, по-моему, закончила. Я буду готова, если вот то, что вы сказали, я могу пять человек забрать в Ценевисе, потому что для меня... Нет, вы сказали, что я могу забрать. Если у вас... Я не права сказал. Я к вам не обращался, я в общем сказал. Если хотите, заберите, вы... Ага, хорошо. Я не знаю, что я могу сказать. Я хочу сказать, что... Я хочу сказать, что... Это было не так, что... Адамиан, который рассказывал, что не было до сих пор, что не было до сих пор, что не было до сих пор. Продолжение следует... Со стороны Грузии все дороги закрыты или нет? Я слышала, что Синабур открыта. Со стороны Грузии все дороги на сегодняшний день закрыты. В Синабуре тоже открыты ровно настолько, насколько вот я говорю про открытость здесь, по этой дороге. Значит, у вас столько претензий к Ленингорскому населению? Синабур уже ближе к... У меня претензий к Ленингорскому району нет и не может быть. А почему ленингорцы должны поехать через Синабур, чтобы попасть в Синабур? Это же существует. Такая практика же существует. Я не знаю. Если ленингорцы могут поехать через Синабур, то почему не могут через Моссабру? И еще я не адвокат за... Давайте по одному отвечу, а то неудобно. Хорошо. Я подошел. Значит, на первый вопрос отвечаю. Вот этот участок, о котором сейчас речь идет, было джентльменское соглашение, что туда никто никаких вооруженных сил не будет. И это же джентльменское соглашение было ровно до 23-го числа 2019 года, августа месяц. Значит, те работы, которые там проводились, они проводились на территории Грузии. О ком вы говорите, там работы проводились. На территории Южной Осетии никаких работ не проводилось. Они начали проводиться с ночи 23-го на 24-го. После этого сразу же было, значит, обращение в МПРИ. МПРИ собралось. Единственным вопросом, который был, как раз был этот пост. Какие мы приводили факты? Значит, когда в Синабур переставляли пост, этот пост обсуждался на МПРИ, обсуждался в женевских дискуссиях. Мы ничего против не имели, потому что это на территории Грузии. И мы согласились. Когда переставляли пост недалеко от села Задьянка, тоже выносили нам МПРИ. Грузинская сторона выносила нам МПРИ. Мы, в принципе, ничего против не имели, потому что это территория Грузии, что хотят тут посиделать. Когда делали вот этот пост с Инабур, никто из грузинской стороны на МПРИ это не вынесли. На жерневских дискуссиях не обсуждалось. И они это сделали под покровом ночи. Еще раз говорю, с 23 на 24 число. Зарина Поростаева, я не знаю, когда она была, но она не была раньше 23 августа, это точно. Потому что, еще раз говорю, повторюсь, это было с 23 на 24. 25 и 20 часов у нас были праздники. Звонки в мониторинговой группе Евросоюз, в ОБС, они были. Никакой реакции не было. Потом была МПРИ, там, на Эрнете, где мы поставили вопрос, и никакой реакции не было. И до сегодняшнего дня вот этот МПРИ, о котором вы говорите, расходится только в одном вопросе. Другие вопросы на сегодняшний день МПРИ не обсуждают. И это все лежит ответственность на правительстве Грузии. Мы предложили, что и как можно сделать. Сделать его демилитаризированной зоной, чтобы убрали все там вооруженные силы и другие подразделения, которые находятся на этой территории. Мы предлагаем, не они предлагают. Давайте статус-кво восстановим. Грузинское правительство на это не идет. Почему был выставлен пост? Объясняю для всех, которые сегодня говорят, что это наша вина. Объясняю для всех, для вас в частности. Тогда был очень серьезный кризис в самой Тбилиси. Тогда должны были, когда поменяли, сняли, я не знаю, что там очень важно делать, представители правительства. Тогда министром МПР был в нынешнем представителе правительства. И для того, чтобы поднять его религием, министра МПР, для этого он образделение МПР ввел на территории Республики Южной Осетии и благополучно был назначен представителем правительства. Благополучно был назначен. На сегодняшний день в Куварах говорят, они же сами говорят, мы бы сняли этот пост, но это вопрос политический уже. Потому что, благодаря этому политическому вопросу, в Грузии новый представитель правительства, это опять что, наша вина? У нас получается, у нас получается, что у Синова всегда без Синова, есть весь Евразийский, я и встречался с председателями Женевской дискуссии. Мы им показали все, и карты. Они говорят, что на виске никогда не было в Южной Осетии. Показали паспорта, начиная от 17-го года и заканчивая от современности. Но нет, нас не слышат, не хотят слышать. Мы не прячем свои карты, мы их выкладываем и спрашиваем, почему так. Вы согласны, что это на территории Южной Осетии? Да, согласны, так что же вы не убираете? Второй вопрос, какой был у вас? Синагур, такого я не знаю, чтобы из Ленингора пересекали Синагур. Я не знаю, я уточню. И дополнительно до вас это веду. Есть такая ситуация или нет? Вообще открыта или нет в Синагуре? Она точно же так открыта, как должны открыть здесь. Именно для тех, которые получают пенсию, именно для тех, которые... Не работает в Синагуре пропускной пункт? Пропускные пункты везде работают, где они существуют. Другое дело, совершается пропуск граждан или не совершается? Если человек нуждается именно в серьезное, как сейчас мы здесь решили, тогда он выезжает, как и здесь будет по вот этим пенсионерам, по этим пенсионерам и по тем людям, которым мы не можем оказать медицинскую помощь на территории Республики Южная Осетия. И мне такой вопрос. Вот моя дочь оказалась, где она вышла замуж, на территории Крузии. Как я могу... Спасибо. Как я могу с ней встретиться? Как и где и когда? Она не может... Мне неинтересно, вот когда... Нет, мне неинтересно, это личный мой вопрос. Но она тоже личный вопрос задавала. Не помню. Я уже ответил тысячу раз отвечать на один такой вопрос. Надо обратиться... Надо обратиться... Надо обратиться... К какой-то сугрузы. Я не понимаю. Чтобы увидеть дочку, надо обратиться к Гахаре. Я думаю, что... Я думаю, что... Все-таки речь не о вашей дочке идет конкретно, а о той ситуации, которая создалась из-за действий Грузии. Это не из-за вашей дочки всего. Но вы тоже закрыли глаза. И еще раз говорю, я глаза закрыл... Не реагировали, когда там ставили пост. Мы реагировали ровно настолько, насколько имелись наши возможности. Спасибо. Еще раз я прошу меня выслушать внимательно и понять. Для меня, граждане Ленингорского района, без разницы, это жители села Орчосан, это жители поселка Ленингор, Роздахан, они все для меня одинаково дороги. Все без исключения. Все без исключения. Продолжение следует... С agaこんにちは, она. По сезонным проблему того, что это во-плему у нас довольно нераври. Точно так же, для меня точно так же дорогие все граждане Республики Южной Осетии. И мне все равно, кто за кого голосовал, как голосовал во время выборов. Это для меня значение абсолютно никакого не имеет. В любом случае, то, что я вам говорю, это я говорю абсолютно искренне и открыто. Я не намерен обманывать вас ради того, чтобы вы ко мне хорошо относились. Я не привык так. Я человек военный. И всегда свои мысли говорю прямо, твердо и недвусмысленно. Я еще раз призываю вместе обратиться к руководству Грузии для того, чтобы решить этот вопрос. Почему? Потому что в большей степени на 99% это в руках официального Тупилиси. Решение тех проблем, которые они создают для граждан Южной Осетии. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok